друзья всем привет сегодня с чистого листа с чистой стены я хочу начать свой видео обзор на тему аквариумные рыбки забегу вперед скажу что с этого дня на канале помимо канарей попугаев будут выходить видео про сейчас повторюсь немножко это будет про канарей попугайчиков амадинов зебровых в том числе морские свинки и рыбки на сегодняшний день у меня есть гупи и личностые я бы нам с удовольствием показал но гупи сейчас сидят в синей воде мне посоветовали новых рыб прокапать спинкой специальное лекарство но говорили что вода будет светлая постепенно сенькая экспозиция никто пока не испарилась в общем пока видно рыбок плохо на днях воду поднимем все будет хорошо я вам покажу обязательно каких я приобрел рыбок каких я приобрел рыбок в общем сегодня покажу с чего я начинаю я думаю это видео будет полезно тем людям кто хочет завести рыбок и с чего нужно начинать это будет водоподготовка непосредственно увидите воду в аквариуме и кормовая база завод успеха это кормовая база в любой отрасли возник тысяч канареек морских свинок и рыбок но сегодня про рыбок приятного просмотра ну вот друзья смотрите вот такие вот судочки у меня два судочка один непосредственно нужный этот про запас и вот такой вот небольшой судочек и так что касается водоподготовки вот стоит у меня небольшой аквариум 80 литров уже стоит неделю водичка отстаивается я подливаю сюда воду там вот видите фильтр сейчас выключил чтоб не жужжал подливаю сюда воду со своего рабочего аквариума и в принципе вода уже готова можно будет пускать сюда рыбок и так чем я планирую кормить рыб смотрите мир не без добрых людей знаете так говорят вот доказательства мне дали культуру трубочник изя но это вот мочалка остатки этот просто подкармливаю думаю мощь дополнительное развитие пойдет и у меня будет запасная кормовая база в общем вот основная смотрите это значит губка здесь водичка налита в уровень губки и и вот мне дали вот такую вот щепотки червячков будет сейчас и хорошо видите вот уничтожки это червяк изя рыба на этом червиточки будет очень даже хорошо разводиться он полезный питательный ну и соответственно будет финансово доступный корм эту культуру трубочник изя я подкармливаю вот таким вот кошачий корм или собачий таким кошачий и вот таким образом вот видите пригодилась ванночка от канаре вот это перебитые хлопья геркулес вот я тут присыпал вот присыпал и это все дело кушает вот этим я буду кормить своих рыбок в дальнейшем это будет одна из кормовых баз так запах в принципе тут терпимая водичку часто подмениваю и тут все хорошо резкого запаха нет судочек значит высота 15 сантиметров ширина примерно сантиметров 25 но и длина сантиметров 35 обратите внимание в судочке в крышке я сделал отверстия чтобы здесь циркулировал воздух смотрел на youtube и много как кто делает отверстия здесь вырезают это чулки клеит москитную сетку клеит но это называется сопли я просто взял сверлышка 1 и 5 и просверлил маленькие аккуратные дырочки мошка муха никто не провалить все хорошо и пыль села немножко то есть просто сверлим обычным сверлом не надо лепить тут всякие ну так красивее а там как хотите можете лепить если есть что лепить так это понятно по поводу многие тут ребята хвалюсь уже говорю у меня есть гриндаль гриндаль и что такое гриндаль в общем смотрите гриндаль тоже полезная культура но мы сейчас я наверно не увидим тут маленькие вот они вот уже видно чуть-чуть маленькие беленькие червячки эту культуру приобрел приобрел чтобы была заброшена сказали посоветовали вот это вот покормить ее тоже покормил водичкой попшикать и ждать но чем не очень нравится вот на белом фоне на белом фоне белого червячка я вообще его не вижу я наверно потом со временем вот такую вот пластик прозрачный сделаю и буду сюда класть или стеклышко чтобы видно было так я так переворачиваю моргаю моргаю глазами а потом фокус у меня включается я вижу ну так неудобно а так все хорошо виде 2 это допустим снял вот так в аквариуме помоешь потом 1 раз это утрешнее кормление это будет вечернее но этой культурой кормить взрослую рыбку желательно хотя бы раз два раза в неделю каждый день нежелательно насильно белково а вот молодняк поднимать самое то что надо это если я не ошибаюсь следующем видео покажу литературу сейчас не приготовил хотел показать литературу у меня есть хорошая книжка в общем друзья вот так пока идут дела вот видите стоит аквариум прям здесь на этом столе где я делал клетки здесь пока места нет вот тут заготовки на будущие клетки лежат сейчас давайте я вам покажу вот там вот там где у меня начало съемки было там у меня будет со временем строится стеллаж для аквариумов я вам буду показывать все эти стеллажи все эти рыбки в общем все эти дела а сейчас два слова о клеточке у меня сейчас уже сегодня будет обрабатываться лаком клетка что-то такая друзья вот такой корабль закончили сейчас пока покрываем лаком лак лак я вам не покажу лак у меня самодельный рецепт секрет фирмы варю мне посоветовали старинные мастера этих дел клеток рецепт лака варю лак все классно всем нравится поначалу были какие-то недочеты но мы их подкорректировали и сейчас все клеточка вот так выглядит это поддон вы видите да сейчас я вам покажу я его приготовил сейчас будем лаком обрабатывать она просто огромная в длину метр так смотрите вот раз главное ровно выставляете все это дело закрывается вот закрыл я клетку вот так она выглядит огромная большая клетка длина этой клетки метр высота 50 сантиметров ширина 30 сантиметров ценник на клетки и видео не озвучиваю потому как все разное кому-то надо так кому-то надо дешевле кому-то надо дороже звоните пишите уточняйте ценник сейчас пока мы не о клетках все друзья всего всем хорошего до свидания